Доклад по основным положениям и посланным направлениям проекта Генерального плана Городского округа Королёв. Проект Генерального плана Городского округа Королёв, как уже озвучивалось выше, был разработан на основании муниципального контракта, заключенного в декабре 2014 года с Куб МОНИПИ Городостроительства. Финансирование работ по разработке проекта Генерального плана осуществлялось за счет средств муниципального бюджета, местного бюджета. В ходе разработки Генерального плана применено единое техническое задание, которое утверждено Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области для территории всей Московской области. Также при разработке проекта Генерального плана была учтена комплексная схема организации дорожного движения. Основной целью Генерального плана является определение перспектив градостроительного развития Городского округа Королёв на 20-летний период. Главный принцип при формировании проекта Генерального плана – это его социальная ориентированность именно на решение социальных вопросов, сложившихся проблем на территории Городского округа Королёв. Это исключение дефицита объектов, социальной инфраструктуры, коммунальной, инженерной инфраструктуры, транспортных проблем. Это резервирование земельных участков для последующего строительства социальных объектов, школ, садов, поликлинических корпусов, стационаров и так далее на 20-летний период. Чтобы зарезервировать земельные участки, которые находятся на территории Городского округа Королёв, именно для строительства социальных объектов. В качестве, в ходе разработки проекта Генерального плана было проведено три этапа основных. Первый – это анализ и сбор существующего положения, которое сложилось на территории Городского округа Королёв на момент разработки Генерального плана. В рамках этих мероприятий была собрана стопроцентная информация с всех городообразующих предприятий, предприятий коммунальной сферы, предприятий социальной сферы, образования, культуры, спорт и так далее. То есть в разработке Генерального плана, когда проводился анализ, информация закладывалась в 100% всей инфраструктуры Городского округа для понимания сложившейся ситуации. По итогам проведенного анализа выполнена интегральная оценка проблемы приоритетных направлений городостроительного развития. И третий этап – это разработка уже непосредственно предложений Генерального плана и определения функциональных зон территории Городского округа Королёв. По результатам анализа существующего положения территория Городского округа Королёв составляет 5,5 тысяч гектаров. Причем я хочу обратить внимание, что из этих 5,5 тысяч гектаров практически 1,6 тысяч гектаров – это Национальный парк Лосиный остров. Население на момент разработки Генерального плана составляет 221 тысячи человек. На территории Городского округа Королёв существует 76 тысяч рабочих мест. Жилищный фонд преобладает многоквартирная жилая застройка в объеме практически 4,6 миллиона квадратных метров. И также на территории Городского округа Королёв достаточно большой процент индивидуальной жилой застройки – практически 827 тысяч квадратных метров. По результатам анализа ввода жилья за последние годы на территории Городского округа Королёв необходимо отметить, что ввод многоквартирных жилых домов снижается из года в год. Если брать 2013 год, в 2013 году было введено на территории Городского округа Королёв 192 тысячи квадратных метров жилья. В 2014 году введено 162, в 2015 году введено всего 103 тысячи квадратных метров жилья. И ограничение ввода этого жилья планируется и в дальнейшем с его сокращением. По результатам анализа определены основные проблемы, которые необходимо решать в рамках генерального плана. Первое – это, как уже озвучил руководитель администрации, это наличие огромного количества ветхого фонда на территории Городского округа Королёв – 96 тысяч квадратных метров. По этому показателю мы занимаем седьмое место на территории Московской области. Дефицит рабочих мест составляет 34 тысячи. Дефицит инженерной инфраструктуры, необходимость модернизации котельных, тепловых сетей, сетей водоснабжения, очистных сооружений. И также одна из основных проблем – это практически отсутствие сетей ливневой канализации, что вызывает постоянное регулярное подтопление территории Городского округа в ходе весеннего-осеннего выпадения остатков, таяния снега и периода массового выпадения осадков. То есть этот вопрос также необходимо решать. Также, как одна из проблем обозначена, это низкая пропускная способность существующей уличной дорожной сети, при плотности ее превышающей нормативно практически на 50%. Как проблема выявлена, это отложенный дефицит в объекты социальной инфраструктуры, это детские сады, школы, который сложился в результате реализации ранее утвержденных проектов планировки территории. И наличие в границах территории национального парка Лосино-Остров застроенных территорий и земель сторонних пользователей. Это наши садовые товарищества, это район, предприятия район, Болдин, Каховка, водопроводчик, ну и так далее. Там целый ряд. Эту проблематику также нужно решать в рамках генерального плана городского округа Королев. Исходя из анализа структуры жилищного фонда, на территории, как я уже озвучил, приблотает многоквартирная жилая застройка. В объеме это составляет 71%, и 29% это территория индивидуальной жилой застройки. Если брать по сравнению с Московской областью, показатели приблизительно одинаковые с нашим городом. На карте отображены основные места наличия и скопления ветхого фонда. Хочу отметить, что основная проблема стоит от микрорайона Первомайский. Основная проблематика по ветхому, практически 70% программы ветхого фонда это Первомайка. Там и деревянные бараки, в том числе даже с жилыми домами, в которых удобство, но на улице. Например, журнальная. Один дом, который мы снесли, он в Боршево. Квартирный дом двухподъездный, а туалеты на улице. Жители самостоятельно там делали и санузлы в доме оборудовали, причем канализация выводилась в окно, через стену и прямо на улицу в логород. То есть это проблема, которую необходимо решать. Как я уже озвучил, ветхий фонд составляет 96 тысяч квадратных метров. В том числе из них 32 тысячи квадратных метров ветхого фонда расселяется в рамках реализации договоров развития застроенной территории, которые заключены и в настоящее время реализуются на территории городского округа. Это профиинвест и Русинвест, микрорайон Золотые ворота. Профиинвест плюс дополнительное еще к тому, что он расселяет ветхие дома, попадающие в пятно застройки, и предоставляет муниципальную собственность 3000 квадратных метров жилья для решения проблемы и расселения именно ветхого фонда. По 13 тысячам квадратных метров уже заключены инвестиционные соглашения застройщиками. Квартиры планируются к передаче в муниципальную собственность для расселения ветхого жилья в конце 2017-2018 году. По 51 тысячам квадратных метров в настоящее время не предусмотрено расселение и отсутствует площадь под решение этой проблемы. Именно мероприятиями генерального плана, в том числе, предложены по решению проблемы расселения ветхого фонда за счет строительства нового жилья и так далее, участия во всевозможных программах. На территории городского округа Королев существует два проблемных объекта. Это с аманутыми дольщиками. Это первый объект ЖК «Лесная корона». Могу сказать, что два разрешения на строительство по данному комплексу нами уже оформлено. Определен инвестор-застройщик по недвижимости капитал. И к работам они уже приступили на объекте. Всего жилой комплекс состоит из шести многоквартирных жилых домов. В настоящее время нами совместно с Министерством строительного комплекса и Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области ведется процедура согласования архитектурно-градостроительного облика от следующих четырех объектов, которые будут построены на территории этого жилого комплекса. Работы на строительной площадке уже начаты. Башенный кран уже установлен, очистка произведена. Все необходимые мероприятия по экспертизе проектной документации пройдены. И на объекте уже работы ведутся. Планируем решить проблему обманутых дольщиков. Там практически 400 человек, которые с 2003 года ждут свои квартиры. Второй объект – это ЖК «Алим», который находится в центральной части города. Здесь ситуация немного сложнее. В настоящее время ведена процедура банкротства. Назначен конкурс на управляющие. И в рамках процедуры конкурсного управления завершение строительства проблемного объекта отсутствует. Но, несмотря на это, нами ведется работа с конкурсным управляющим по актуализации технических условий, по проверке существующих сетей, которые были построены в период строительства 2003-2005 год. Актуализация их. Проведены работы в рамках 84-го закона Московской области о снижении ставки арендной платы за земельный участок до 1 рубля. Решением Совета депутатов это принято для того, чтобы минимизировать нагрузки. И в том числе 28 апреля состоялось решение суда о регистрации прав на объекты незавершенного строительства. Это также позволяет решить дальнейшую проблему несколькими путями. Это как мировое соглашение, как замещение активов, ну и так далее. Есть еще определенное. Без этого решение суда это было бы просто невозможно и нереально. 28 мая оно должно вступить в законную силу, и дальше уже можно будет предпринимать конкурсному управляющему следующее мероприятие. Как я уже озвучил, руководитель администрации на территории городского округа Королев реализуются ранее утвержденных проектов планировки территории в объеме 1,9 миллионов квадратных метров жилья. Всего действует 11 основных крупных застройщиков. Все проекты планировок утверждены ранее градостроительным советом Московской области или органом местного самоуправления. В настоящее время выдано разрешение на строительство или введено уже в эксплуатацию из этого объема 1,1 миллион квадратных метров жилья. В стадии реализации находится 800 тысяч квадратных метров жилья. По результатам проведенного анализа утвержденных проектов планировки территории выявлен дефицит объектов, дефицит мест детских садов в объеме 10 детских садов. По цифрам я чуть ниже остановлюсь. И трех школ. Также в рамках проведенного анализа выявлен дефицит 26 тысяч рабочих мест. То есть сейчас в Московской области принимается комплексный подход к развитию в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. То есть любая застройка должна быть обеспечена местами социальной инфраструктуры, детские сады, школы. И в том числе рабочими местами, местами приложения труда для задействования жителей этих микрорайонов, будучих на территории городского округа. Вот этот дефицит, он уже сложился. И на сегодняшний день мы его и имеем. Это одна из проблем, которая достаточно серьезная, которую необходимо решать. По результатам анализа, проведенного по детским садам, на территории городского округа Королев в настоящее время действует 55 детских образовательных учреждений общей вместимостью 10 тысяч мест. Очередь детей от 3 до 7 лет, как предписывают нормативные документы, в том числе и указы президента майские, очередь от 3 до 7 лет должна отсутствовать. По прогнозам на 1 сентября 2016 года, это контрольная точка, у нас очередь будет вставлять практически 534 ребенка. Теми мероприятиями, которые были проведены в конце 2014 года и в 2015 году, эта очередь решается, то есть дети обеспечены местами в детских садах. Дефицит по региональным нормативам градостроительного проектирования составляет 4836 мест. Я напомню, что по нормативам на 1 тысячу жителей должно быть предусмотрено 65 мест в детские сады. Мероприятиями генерального плана предусмотрено для решения расчетного дефицита на расчетный период, и от также отложенного дефицита в объеме 20 отдельно стоящих детских садов на 3,5 тысячи мест, 36 пристроек на 2,2 тысячи мест. Этими мероприятиями мы решаем и на расчетный период проблему очереди в детские сады, и в том числе отложенный дефицит. Именно мероприятиями генерального плана предусматривается резервация земельных участков для реализации этих мероприятий. По результатам анализа существующего положения по школам на территории городского округа действует 28 средних общеобразовательных учреждений, на 17,2 тысяч учащихся. Вторая смена составляет 1245 учащихся. Дефицит по региональным нормативам градостроительного проектирования составляет 12,5 тысяч мест. Здесь существует определенный, конечно, разбросок. Самая сложная ситуация по школам – это первомойника. Школа номер 2, там, как уже озвучивал руководитель администрации, практически более 40% учащихся занимается во вторую смену. Мероприятиями генерального плана предусмотрено для решения проблемы ликвидации отложенного дефицита и дефицита на расчетный период строительства 14 школ на 15,2 тысячи мест, а также 10 пристроек на 3,5 тысячи мест. В настоящее время, допустим, уже можно сказать, что реализуются мероприятия по строительству первой пристройки к школе номер 7. Это школа, где отсутствовал спортзал, дети занимались физкультурой на улице и в любых погодных условиях. Это уже реализуется разрешением на строительство, оформленным, муниципальный контракт заключен. По результатам анализа проведенного больничной сети на территории городского округа дефицит составляет 1160 койко-мест. Мероприятиями генерального плана предусматривается реконструкция и строительство на территории существующих первой и второй городской больниц, дополнительных стационаров. Земельные участки, которые находятся на территории этих больниц, они позволяют реализовать эти мероприятия. Причем, хочу отметить, допустим, удалось нам в 2014 году не допустить раздела земельного участка второй больницы, который хотели разделить. Поэтому участки сохранены, на этих участках возможно строительство дополнительных стационаров. По результатам проведенного анализа места поликлиники составляет практически 1240 посещений в смену дефицит на сегодняшний день. Мероприятиями предусмотрено строительство нового поликлинического корпуса на территории второй городской больницы и открытие кабинетов врачей общего практика на территории микрорайона Первомайский. Мероприятиями, которые заложены в проект генерального плана, дефицит посещений в смену ликвидируется в полном объеме. Также мероприятиями генерального плана предусматривается сохранение существующих природно-регуляционных зон на территории городского округа Королев. Это и зоны реки Клязьма, пойма, это и существующие лесопарковые зоны, это и Центральный парк, это и Комитетский лес, и территория Коржевских культур, это и лес 43-го, 45-го квартала, Комитетский лес. То есть существующие лесные массивы, которые находятся на территории городского округа Королев, в проекте генерального плана отображены именно как природно-регуляционные лесные зоны, парковые зоны, что не допускает на данных территориях строительства никаких объектов капитального строительства. И предназначены они на 20-летний период будут исключительно для отдыха, рекреации и отдыха населения городского округа Королев. Проектом генерального плана также проведен анализ существующего положения по объектам спорта. Дефицит у нас составляет достаточно существенный. Долгие годы не развивался спорт. Соответственно, мероприятиями генерального плана предусматривается реконструкция стадиона «Вымпел» полная, реконструкция дальнейшая стадиона «Металист», реконструкция стадиона «Фабрики Мара» 1 мая. Также предусматривается строительство спорткомплекса в микрорайоне «Текстильщик». Предусматривается строительство хоккейных площадок с трибунами, теннисных кортов, спортивных ядер на территориях существующих школ. То есть в этом году уже начинается реализация этих мероприятий по строительству спортивных ядер на территории школ. В этом году планируется 10 таких ядер создать. И они будут предназначены не только для учащихся, но и для жителей близлежащих домов и микрорайонов, чтобы вовлекать как можно больше жителей, в основном молодежь, в развитие спорта и в занятия физической культурой и спортом. Также предусматривается мероприятие по резервированию земельных участков для дальнейшего строительства крытых ледовых катков, в том числе и на стадионе «Металлист». Также мероприятиями генерального плана предусмотрено решение вопросов дефицита объектов культуры. В настоящее время на территории городского округа Укралев дефицит составляет досуговых центров 5,9 тысяч мест и библиотеки 383 тысячи тонн. На расчетный период до 2035 года предполагается размещение библиотек суммарной мостной мощностью 573 тысячи тонн и досуговых центров суммарной емкостью 7,9 тысяч мест. Также в проекте генерального плана отображены все памятники культуры, находящиеся на территории городского округа Королев. Их на сегодняшний день находятся на территории 37, которые уже поставлены на учет. В том числе сейчас ведутся работы Министерством культуры Московской области по включению в перечень объектов культурного наследия ансамбля Боложевской трудовой кануны. Если они будут включены, значит этот перечень будет расширен. Все объекты культурного наследия отображены на картах функционального назначения, именно как памятники. И строительство на данных участках объектов капитального строительства не допускается. Возможно только реконструкция данных участков с сохранением существующего вида и существующего ансамбля. И все эти работы выполняются по согласованию исключительно с Министерством культуры Московской области. То есть мы проектом генерального плана в том числе накладываем запрет на возможное строительство на указанных земельных участках. По результатам анализа существующего положения рабочих мест на территории городского округа Королевка, как я уже озвучил, их составляет 76 тысяч. Дефицит составляет 34 тысячи рабочих мест, это на расчетный период, до 20-летний период, который необходимо составить. И отложенный дефицит, который получен в рамках утвержденных проектов планировки, составил 26 тысяч мест. Соответственно, общий дефицит составляет на территории городского округа 60 тысяч рабочих мест. Я хочу обратить внимание, что по результатам анализа на территории городского округа Королевка, основная масса населения, которая является трудоспособным и трудится на территории городского округа Королевка, занята в секторе промышленности и инноваций, это практически 47%. Для сравнения, в Москве этот процент составляет 27, в Московской области 36. Мероприятиями генерального плана предусмотрено строительство технопарка на землях Министерства обороны. Это четвертый день для решения проблем на ликвидации дефицита. Предполагается практически 17 гектар, которые будут передаваться в муниципальную собственность, для организации там технопарка. Также предусмотрено строительство культурно-деловых торговых центров для ликвидации дефицита, практически 8 тысяч мест. И одно из основных мероприятий – это идентификация использования существующих промышленных территорий, действующих предприятий на городском округе Королевка. В настоящее время эти территории используются не всегда эффективно. Наша задача – вовлечь эти земли в оборот для максимального создания новых рабочих мест и использования их интенсивно. Неоднократно на публичных слушаниях поднимался вопрос о статусе Наукограда, не потеряем мы ли его в 20-летний период, пока предусмотрен генеральный план. Вот я хочу еще раз озвучить. Статус Наукограда присвоен городскому городу Королев 12 апреля 2001 года указом президента РФ. В соответствии с законом о Наукоградах от 7 апреля 1999 года численность работающих в организациях научно-производственного комплекса должна составлять не менее 15 процентов на территории муниципального образования. Это именно тех людей, которые работают на территории муниципального образования. Численность на сегодняшний день, как я уже озвучивал, у нас 221 тысячи населения. Общая численность населения, которое трудится на территории городского округа – 76 тысяч. Из них в предприятиях научно-производственного комплекса, оборонных предприятиях занято 34,5%. То есть, соответственно, мы понимаем, что на ближайшее время существует надел, и статус Наукограда будет сохранен. В том числе, в случае, как предусмотрено проектом генерального плана, интенсификация использования существующих промышленных площадок. Это позволит нам создавать еще дополнительные рабочие места в секторе инновации, промышленности и военно-промышленного комплекса. Здесь отображено количество работающих именно на предприятиях ВПК, ТРК «Энергия», «ЗЭМ», «ЦНИИМАШ», «Корпорация ТРВ», «ХИМАШ», «ИНПОЭТА». Более 26 тысяч сотрудников работают именно на территории этих предприятий. Переходя к анализу транспортной инфраструктуры городского округа Королев, существующее его положение составляет 249 километров дорог. На расчетный период предполагается увеличение уличнодорожной сети до 306 километров. Мероприятиями генерального плана предусматривается строительство транспортной развязки с путепроводом на привыкании улицы Московской, улицы Станционной. Для решения проблемы, которые у нас есть на Фряземском переезде, это улица Московская, Советская, Станционная, для того, чтобы разгрузить транспортные потоки. Второе – реконструкция Болшевского шоссе. Третье – дальнейшая реконструкция улицы Станционной. Проект планировки в настоящее время уже есть. Этот объект является объектом регионального значения, то есть он входит в зону объединенности Московской области. И дальнейшее ее расширение предусматривается, чтобы ликвидировать ту бутылочную горлышку, которая сложила сейчас у нас регулярные пробки в данном районе. Также мероприятиями генерального плана для связки микрорайонов предусматривается строительство нового участка от улицы Пионерская до улицы Академика Ольга Ставила. И строительство нового участка и дальнейшее расширение улицы Пионерской для решения проблемы на въезде города. Также в мероприятии генерального плана предусмотрена реконструкция четырех транспортных пересадочных узлов, которые действуют на территории городского округа Королев. Ярославское направление железной дороги является одним из самых интенсивных по направлениям на территории Московской области. Реконструкция предусматривается всех четырех транспортных пересадочных узлов на территории городского округа. Любая реконструкция, которая будет проводиться, она будет проводиться в рамках разработки проектов планировки и в рамках разработки проектной документации с определением красных границ, отступов, в том числе с проведением экологической экспертизы, строительных экспертиз и так далее, исследованием почвы и так далее. То есть весь перечень мероприятий, которые позволят с минимальными потерями, с минимальным уроном для жителей близлежащих домов и в том числе для существующей инфраструктуры. Как я уже озвучил, планируется, вот здесь на слайде указан путепровод, который предполагается к строительству проекта генерального плана для связи улицы Московская, улицы Станционная, улицы Советская, для решения проблемы переезда Фрязевского. Существующая конфигурация, которая предложена проектом генерального плана, позволяет реализовать эти мероприятия и позволяет осуществить строительство на данном участке эстакады и путепровода, что значительно решит проблемы транспортной доступности. Если еще расширить улицу Станционную, то проблема в этом месте снимется вообще. По результатам анализа парковочного пространства на территории городского округа Королев необходимо 92 тысячи, более 92 тысяч машин и мест. В настоящее время имеется 67 тысяч машин и мест. Дефицит составляет практически 25 тысяч машин и мест. Мероприятием генерального плана предусматривается создание парковочных мест во дворах, многоквартирных домов с расширением гостевых стоянок. Уже реализуется ежегодно у нас 10% дворовых территорий. Проходит реконструкция, благоустройство, установка игровых элементов, расширение парковочного пространства и так далее. В соответствии с шестью требованиями губернатора Московской области. Второе – это расширение уличнодорожной сети и строительство парковочных карманов. Третье – это устройство парковок на городообразующих предприятиях. Одна из проблем, которые у нас сейчас есть, если обратить внимание на прилегающую уличнодорожную сеть КРКК «Энергия», то в дневное время практически вся уличнодорожная сеть занята припаркованными автомобилями сотрудников предприятия, что создает определенное неудобство для уборки территории, для уборки улиц, проведение ремонта этих улиц. В том числе для работы аварийных диспетчерских служб. Также предусматривается строительство перехватывающих парковок в районе транспортно-пересадочных узлов. Предусматривается реконструкция ГСК, создание новых многоярусных парк-паркингов. Как я уже озвучил, на территории национального парка «Колосиный остров» существует практически 170 гектар сторонних пользователей. Неоднократно в ходе 11 слушаний тут высказывали исключить земли национального парка «Колосиный остров». Но это жители, которые там в настоящее время находятся и живут. Это практически 6 тысяч горожан, которых мы просто так не можем вычеркнуть из городской среды. Для понимания я могу сказать, что сейчас, допустим, микрорайон торф-предприятия, район торф-предприятия, котельная отапливается на дровах. Любая деятельность на этой территории практически запрещена. Даже муниципальное предприятие вышло для того, чтобы восстановить уличное освещение, чтобы был хотя бы свет в этом поселке. На него был наложен штраф. В том числе экологическая полиция привлекает и жителей этих микрорайонов к штрафным санкциям. Поэтому эту проблему надо решать. И проектом генерального плана предусматривать направлено уже предложение по исключению этих территорий из территории национального парка «Колосиный остров» для возможности предусмотреть и финансирование на дальнейшее развитие этих районов, на проведение там ремонтно-восстановительных работ, ну и так далее. То есть эти территории, эти мероприятия необходимо делать для того, чтобы иметь возможность законно осуществлять там ремонтные мероприятия. Это территории садовых товарищей Скаховка, Оболдина, Водопроводчик, Красный Хутор, Турф-предприятия, ну и так далее. Проектом генерального плана также вовлечена комплексная схема водоснабжения и водоотведения на территории городского округа «Коралево». Мероприятиями предусматривается реконструкция ВОЗ до 120 метров кубических, реконструкция существующих ВЗУ со строительством станции «Обезжелезья». Предусматривается строительство двух новых ВЗУ. Также резервирование участка под строительство городских очистных сооружений, реконструкция КНС-5, КНС-10, строительство КНС-6А вместо существующей КНС-6. Также предусматривается для развития сетей ливневой канализации покрытие 100% территории городского округа. Строительство очистных сооружений в объеме 15 объектов, строительство станции перекачек поверхностного стока 3 объекта и строительство коллекторов в объеме практически 40 км. Также в мероприятии генерального плана заложены схемы тепла, водо-газо- и электроснабжения. Предусматривается реконструкция и модернизация 9 существующих котельных на территории городского округа 100%, с увеличением их мощности для возможности дальнейшего их развития. У меня 5 минут еще буквально, я заканчиваю. Значит, дальше. Строительство четырех новых котельных, строительство газопровода высокого давления, строительство газорегулирующих пунктов в объеме двух объектов, реконструкция ПС-8, 110 кВт, строительство трех РДП, строительство и реконструкция распределительных сетей в объеме 20 км. Также предусматривается реконструкция существующая ТЭС с расширением емкости номеров до 23 тысяч. Генеральный план захватывает все аспекты и все стороны жизни городского округа Королев, и он предусматривает развитие всех объектов коммунальной, инженерной, социальной инфраструктуры. И основные задачи, которые будут решаться в рамках генерального плана, это создание комфортной и безопасной городской среды, ликвидация существующего, отложенного и расчетного дефицита объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и так далее, решение транспортных проблем для разгрузки транспортных потопов. Также мероприятия генерального плана предусматривают дальнейшее развитие и вовлечения в занятия физической культурой, спортом, культурой молодежи городского округа, создание в городе новых рабочих мест для возможности работать с жителем города, территории городского округа Королев достойно и комфортно. И также обеспечит правильный вектор развития городского округа Королев на 20-летний период. Спасибо за внимание. Доклад закончен. Спасибо.